Казанский Кремль Монахини православного монастыря из штата Джорджия В Казань она приехала в составе делегации паломников из Америки и Австралии Мне очень повезло, что мой визит в Казань пришелся на день, когда все православные празднуют день обретения казанской иконы Божьей Матери Для меня вдвойне благодать Почти семь лет патриарх Кирилл возглавляет православную церковь Но в Казань, где была обретена всемирно известная святыня, он прибыл с визитом впервые Во время проповеди предстоятель церкви говорил о значении казанской богоматери, многовековой истории России О ее роли в примирении двух народов, представителей двух религий А потому икона, от которой по молитвам людей происходят такие события, называется чудотворным И хотя в какой-то момент подлинный, первоначальный чудотворный образ казанской Божьей Матери исчез Мы верим, что он не уничтожен Не пришло еще время его явлению По окончании литургии от стен храма верующие совершили крестный ход к месту обретения иконы в Богородский монастырь На протяжении всего шествия почитаемый ватиканский список иконы Несли и детский омбудсмен Павел Астахов, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин Главы миграционной службы и управления Минюста Татарстана Артем Кузнецов и Виктор Демидов Восстановлением исторической справедливости патриарх Кирилл назвал закладку капсулы и камни в основании храма, взорванного в начале 30-х годов прошлого столетия Некогда одного из самых значимых в России Примечательно, что участниками сегодняшнего события стали руководители республики, представители исламского и православного духовенства А восстанавливать утраченный храм будут всем миром, вне зависимости от вероисповедания Как гласить, землейская мудрость, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни Сегодня, восстанавливая историческую справедливость, мы фактически собираем камни нашей духовности, возрождая этот всемирно известный собор На восстановление храма потребуется около трех лет Кстати, в 2019 году православный мир будет праздновать 440 лет со дня обретения в Казани святого образа Церемония завершилась, но православные еще не покидают место обретения казанской иконы Божьей Матери У них сегодня есть прекрасная возможность приложиться к святому образу казанской иконы Божьей Матери И в подарок получить небольшую икону с казанской Богородицей и с благословением патриарха Московского и всеяруси Елена Горбунчикова, Роман Фенин, Телеканал Эфир Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова